Отделения палеотивной помощи имеются далеко не в каждом лечебном учреждении края. Поэтому открытие данного отделения в Лобинской ЦРБ является значимым мероприятием в медицине района и поднимает оказание медицинской помощи населению на более высокие и более качественные уровни. На церемонию открытия приехал глава района Александр Садчиков. Это большая поддержка будет тем людям, которые в этом нуждаются. И, конечно, хотелось бы персоналу, заведующим отделением пожелать, чтобы здесь была достаточно хорошая, активная и такая милосердная работа медиков по отношению к своим пациентам. Главный врач Ринат Жарков совместно с главой района открыли отделение, торжественно перерезав красную ленту. После чего все участники мероприятия осмотрели манипуляционные кабинеты и палаты. Ремонт здания начали в середине прошлого года. Собственными силами и средствами заменили все коммуникации, произвели перепланировку, выполнили текущий ремонт. Закупили новые функциональные кровати с противопролежневыми матрасами. Установили поручни по всему периметру отделения и в санитарных комнатах. Согласно стандарту оснащения отделения палеотивной помощи завезли новую мебель. Светлые и просторные палаты уже готовы принимать пациентов. Мы открыли отделение на 10 коек из расчета федерального норматива на 10 тысяч жителей, одна койка. То есть у нас 100 тысяч жителей живет в районе, здесь самое оптимальное. Многие районы пошли по другому пути, они не выделяли отдельно взятые корпуса, а размещали их в структурных подразделениях, в тех же отделениях. По одной, по две палаты. Но мы приняли решение, раз у нас есть такие возможности, выделить этот корпус в отдельно стоящий. В палеотивном отделении созданы оптимальные условия для оказания медицинской помощи неизлечимым больным. К этой категории относятся те, кто имеют существенно ограниченные физические и психические возможности и нуждаются в интенсивной симптоматической терапии, длительном постороннем уходе. Сотрудники отделения подберут необходимую обезболивающую терапию, а также окажут психологическую и духовную поддержку пациентам и их родственникам. Ведь сострадание и милосердие для таких больных – основное лекарство. На сегодня центральная районная больница пришла к этому, что помимо лечебной помощи создаются уже такие отделения, где тоже будет оказываться медицинская помощь, гуманная, правильно вы сказали, это отделение, где должны работать люди, которые где-то сердцем, больше словом, будут помогать. Вот это перспектива развития центральных районных больниц. И не во всех районах края еще открыты такие отделения. Это очень радостно, что, наверное, администрация больницы, администрация муниципального образования Лавинский район стараются, чтобы не только лечебная была, осуществлялась здесь деятельность, но она была доступна для любого жителя нашего района. И в перспективе, я думаю, мы видим, как развивается больница. С каждым годом мы открываем какие-то отремонтированные отделения, где-то строим офисы врачей общей практики. И перспективы очень хорошие еще в обновлении многих зданий, которые находятся здесь на территории центральной районной больницы. Это очень отрадно. Лабинское здравоохранение активно развивается. Открываются новые объекты, ремонтируются имеющиеся отделения, приобретается современное оборудование, мебель, материалы. И впереди еще много работы. Постепенно мы приводим в соответствие все лечебные учреждения. Сегодня бригада строителей, которая в штате Лабинской ЦРБ работает, в филиале поликлиники Сахарного завода. Мы там приводим все в соответствие. Еще много-много необходимо сделать.